Всем огромнейший привет! Это второй выпуск нашего нового шоу Тачка на подарок Который мы начали с Новосибирска и с покупки Мерседеса Тачка на подарок это шоу проект, в котором мы меняем машину в каждом городе нашего путешествия из Новосибирска Прокачивая каждую из них Чтобы по прибытию в Москву подарить одному из наших подписчиков максимально крутое авто На которое мы сможем увеличить наш банк Начать проект мы решили со 124 Мерса, который взяли за сотку И прокачав его на 41 тысячу рублей, отправились в город трудовой славы Омск А я их рассматриваю там своим зрением, где там они едут Машина вообще классно едет, дорога прекрасная Сколько осталось? Два часа? Примерно немного Ну я уже начала зевать, кстати Уже подустала Все, мы прибыли в Омск Все, все гостиницы заняты, все нормальные гостиницы Почему? Потому что 7 числа приезжает вождь Владимир Владимирович Путин Да, поэтому тут что-то невероятное творится В городе все прям так, вроде как все шерстят Мы приехали, естественно, в какой-то мир сам Там по фону видно вон сзади Ну да По стене Сейчас, может, даже покупаемся И вот мы уже в Омске Здесь нам предстоит продать Мерседес Купить новую машину Прокачать ее И на ней уже отправиться в Тюмень И это все за одну серию Ооо, да Ну начнем мы с хороших новостей А это... Авито увидели наш первый выпуск Нашего шоу «Тачка на подарок» И решили его поддержать Так как ему интересно в целом Что мы делаем И то, что активно изучаем региональный рынок авто И покупаем хорошие тачки Теперь Авито является нашим генеральным спонсором А значит, мы сможем покупать тачки еще круче И прокачивать еще лучше их А это значит, что в конце Мы подарим для вас еще более крутую тачку Поэтому следите за нашим путешествием По всем городам Где мы будем покупать автомобили И сразу скидывайте ссылочку На объявление Авито Того автомобиля Который вы считаете Мы должны купить в Тюмени Или в последующих городах Ну а теперь Нам предстоит продать Мерседес 124-й Да, 124-й Был такой Мерседес? Да А вы объявление на Авито увидели, да? Да, да, да 91-го, а вы хотели какого? 2000-го? Да нет, ты вообще смотришь просто Понятно Я просто только поменяла масло Я брала на всякий случай дверь Вот Или оставить тебе? Конечно оставлю Что там? Это мне? Серьезно? Кто это? Обратной стороной Это кто это? Обратной стороной Это реклама А, реклама Это утка и губ Смотрите Такого мне еще не дарили Мерседес, большое спасибо Ну что, все Запускаем И отдаем нашего красавца За 150 тысяч рублей Я давно хотел такую машину И сделать вот так Чтобы она была в идеале Чтобы в городе Больше таких автомобилей не было Блин, это точно Я снимала на ней видео Поставила на нее шашку Типа я таксую Ну как типа Я денек поездила И чувак ко мне один подходит И такой говорит Ты что делаешь? Ты что делаешь? На этой машине нельзя такого делать Вон на всяких говновазах ездит Я говорю И я такая шашку убираю Я такая говорю Все, уйти, уйти Больше не буду На самом деле Очень неприятно наблюдать Насколько люди Убивают такие машины Которые казалось бы вечные Вот И покупают всякие Нехорошие люди И ставят такие машины Ну в непригодное состояние Мой первый немец Ну что Не первый немец Я первый Морседес А, точно Да На первый Морседес Блин, ну Где-то тихо в углу Сплотнула бэха Да Хорошая машина Достойная на самом деле Легенда И нам удалось даже продать Еще в плюсе Я ему еще масло Подарила в подарок Поэтому считаю Выгодная продажа И спасибо большое Чуваку привез Вон Утку еще И гуся Что тут написано Лугово Ооо Луговое Покупайте утки О нет Нормальные пацаны Ну что А мы погнали Дальше За новой машиной В прошлой серии Мы вам рассказывали То, что По 50 тысяч рублей Добавляет нам спонсор Для того, чтобы мы Купили автомобиль Еще более лучше Из серии в серию Здесь же Авито выделил бюджет Целых 200 тысяч рублей Представляете Это просто офигеть Какой огромный шаг Вперед Шаг навстречу К лучшей машине Для вас Поэтому у нас Есть бюджет В 360 тысяч рублей И мы можем выбирать Автомобиль Я думаю В пределах От 230 До 310 Чтобы у нас Также остался бюджет Для того, чтобы мы Машину смогли Прокачать еще Поэтому Выставляем на Авито Все вот эти вот Рамки 230 310 Честно Я склоняюсь больше Почему-то Вот к японцам Вот все-таки Мне душа лежит К ним Но мы будем смотреть Все иномарки Которые имеются У нас в этом бюджете И в Омске Ну и конечно же Отчет автотеки Ставим галочку Это обязательно Я думаю Не напрасно Мне сейчас Эти форестеры Один за другим Выпадают Поэтому Прям по ходу Судьба Да Смотрите Там у меня В техническом плане Как вы пишете Все хорошо Да По кузову Есть нарекания Да Ну По кузову Нет нареканий В принципе Вот А по технике Ну Пустерты Как обычно Чуть-чуть Подстукивают Есть Да Так А вы собственник? Пока нет На вотчет Я собираюсь Собираетесь Ну Если не продадите Да Получается Ну Да Да Смотрите А мы можем Подъехать к вам Где-то минут через 30 Вы Падаете Попадаете 50 лет Подъезжайте Да Ох Едрить Колотить Сучи Патра Холодно Кобзда Блин Контрактный Двигатель Да Но не совпадают Цифры Да Значит Меняли Поплавливает Да Оборота На холодную Или на горячую Тоже плавает Нет Турбина Масло гонит Все в масле Вот С этой стороны Смотри Там все в масле У тебя Будем делать За 250 Если надумаете То звоните Хорошо Ну а что Масло гонит Стучит Контрактный мотор Без документов Непонятно Что там По ходовке И он не владелец Ей цена Красная 250 Не больше Тут Четвертофендер Вообще не торопит Что хоть летняя резина Ну он нам скинет на резину Я думаю 295 тысяч 2001 год Она походу Свежекрашенная На удивление Очень хорошо Солон сохранился И чехлы такие Или это Прям родные такие Нет Чехлы Но они прям Чуденькие Вот эта ручка Блин Она нереально удобная Я помню Когда мы вот так вот гоняли Особенно далеко Когда едешь Прям вообще Кайфово Удобно Что Надо брать Точно? Да Хороший вариант Мне кажется Замок не работает Да? Вот эту надо Туда отвезти Когда закроется А вообще Капот не закрывается Не он закрывается Отвезти Он закроется А то нам Не надо Чтоб так В пути Открылся Да Ну вот Начали вылазить Моментики Да Это очень мило Чем Ну зато Слышишь Как мотор работает Как? Вообще не стучит Надо проверить Кузов Да он В очень хорошем состоянии А тут тоже Мотор свапнутый А документов На мотор Нет Да? Ну Ля Ебаш Это уже Пару А антифриз А вон там Это Вон Видишь Патрубок Нижний И так Сойдет Второй Турбофорестер В моей жизни Только этот Уже До Рестайловый Субару Бу-бу-бу Моя любимая Турбофорестер Был такой Подписчик Говорит Время Это Коротает Своё Просматривая Наши ролики На работе Вот халявы Пойдем За резиной На халяву На халяву Такая ностальгия Какая ностальгия Будто бы Просто вернулась В то время Когда я ехала За рулем Своего Фаря Не Ну У этого Конечно Больше Плюшек Подстаканник Там у меня Был один А тут Уже По две Чашечки В общем Кайф Кайф Хорошая Очень страшно Ехать на летней резине По льду Конечно Повеселиться Можно Но очень страшно Потому что Вокруг машины История следующая Мы сейчас Направляемся К Вове Тому самому Бездомному Который Обещал Купить телефон Ты завтра Покупаешь телефон Да И вечером В пять часов Мы с тобой встретимся Я возьму Твой номер телефона Я поехала На следующий день Но мы с ним Как-то либо разминулись Либо он не приехал Я на 10 минут Опоздала Но его уже не было Приехали к нему Дома Да Пошлите А Вовы Нет Но я в тот день Тоже приезжала сюда А здесь по другому Было Сейчас он Походу Этим укрывался Может он Куда-то спрятался Вова Я предлагаю Наверное записку Да Ставить ему С моим номером Телефона Он наверное Еще не пришел Есть листик Ребята Вот так встреча Вы посмотрите Куда же это я приехала Subaru Garage Конечно же Я нашла тех ребят Которые в Омске Любят и обожают Эту марку Но по сути Они любят Побольше даже фори Потому что Форь 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 Вон форь Вот форь Короче Одни фори сплошные Надеюсь Сейчас мы полностью Здесь все Посмотрим И надеюсь Там немного будет Косяков Которые мы будем Исправлять Почти форь Морчок Затесался Без мотора Походу Гордо Задрано Джип Ну что Вот он Тот самый Subaru Forester Который мы купили За 250 тысяч рублей Это 2001 год К сожалению Не стишный Но зато Уже рестайловый До этого У нас был Той рестайловый Ну да 1997 года Это 2001 Да Да Но он Также Турбо Как вы видите Вот Кстати А что за хрень Капот не закрыли Вчера что ли А капец Понятно Походу Сломан замок Либо машина Билась в морду Что скорее всего В общем Это будем устранять Обязательно Двигатель И еж 205 Еж Все как положено У нас значит 2 литра 240 лошадей Да На автомате На автомате На кровани Сколько лошадей Ну по ПТС 178 Чего хочешь Той из них быстрее Хочешь заехаться Ну мне кажется Фоль у нас где-то 1500 Весит Полный привод Еще Где-то да 1500-600 А мне кажется Не больше полторы тонны Ну и на кого доставишь Вот так Вот уже Такой поворот Это Спортивный интерес Проснулся Да Мне кажется Фоль выиграет А я думаю Краун Проверим Тогда Ну у нас Откуда-то течет Здесь антифриз Как мы видели Вчера То есть Что испарения Идут И запах В салоне Тоже я чувствую И также масло Видимо тоже Где-то на глушитель В общем Испаряется Короче Подтекает Красненькое маслечко Видимо С автомата У нас Вот этот вот момент Мне тоже непонятен То ли здесь Создается пробка Почему Так У нас Подостыл Видимо Короче Вот эта Пробка У нас Уже Короче Не очень Хорошо Работает Поэтому Нам ее Нужно Поменять Потому что Либо это Просто Пролили Либо Короче Там Действительно Пробка А кстати Знаешь Что мы можем проверить Вот Видишь Шланг Втягивается Всасывается Значит Это пробка Короче По-любому Надо ее Будет менять Шланг КПП У нас Течет Шланг Антифриза У нас Течет Нижний Патрубок Потом Вот эту Пробку Крепление Интеркулера Подварим Кожух Поменяем Ремень Бачок Омывателя Все Это именно По технической Планице И соответственно Мы еще Поменяем Крепление Капота Потому что У нас Капот Не закрывается Да Замок Конечно Либо мы Его сможем Починить Либо мы Поменяем Заменим Потому что Мне не нужны Эти проблемы Опять С открытым Капотом Капот Оторвало Едей Опасненько Что касается Внешнего вида Мы тоже Не будем Ничего делать Грандиозного Потому что Все быстро И сжато И дешево Должно быть Мы единственное Поменяем Колеса И полностью Его затонируем Потому что Сейчас это аквариум И получится Такой стильный Белый Он кстати Только облитый Прямо Белая краска Она хорошо Только покрашена Свежая Здесь вот Побитая туманка Нету Вот этих вот Рамок То есть Здесь должны быть Рамки стоять А здесь дырки Сейчас по факту Треснутый габарит Потом здесь габарит Один С одним номером Тут габарит Другой С другим номером Видишь Тут есть такая Ресничка черная С той стороны Нет такой реснички Он еще Вон внутри Тоже аквариум У него Водичка Там как бы Собирается И как-то он Как-то вообще Такой Выпуплый Ну короче Вот этот походу Неродной Фара должна быть Такая же как вот и габарит По идее Поэтому габарит Неродной По салону мы делать Ничего не будем Потому что салон Прямо в отличном состоянии Мы еще при покупке Прямо обратили внимание И сейчас вам Наш чудо-оператор Прямо это все Продемонстрирует Красиво Люка нет Комплектация без люка Ну и да бог с ней Зима близко Поэтому машина 4WD Субарь Мне кажется Самое то Что нужно сейчас покупать Поэтому преображаем И гоним дальше Наша любимая рубрика Что же осталось От двух Проводительцев Машин Шипсы На стюхе точно Пригодится Легенды русского рока Пачка от клея Даже клея есть Субару Ну самолюбитель Пожелать Прямо было Смотри Чипсы Типлетки Харики Щупенька Куча всяких Записаний Тем кто продает машины Всегда оставлять Это очень приятно Находить что-то в машине Что-то интересное Что-то от бывшего владельца Узнать Как тут проходила жизнь В машине Бывшая Бывшая жизнь Бля Кантонов тебе Оставят Ну это тоже О многом скажут Это интересно Главное чтобы Не использованные Были Бля Так хорошего Такая прям Как у моей Как у моей Бывшей подружки Да я люблю Ее подруг Ладно хорошо Подъедем За тем что есть Спасибо Очень сложно В Обске найти Контрактные запчасти Она оказалась На Субару Они есть Но вообще Очень мало Вот допустим Мне нужно Поменять два габарита А есть только один Нужно поменять Две фары А есть Не одной Ну короче Сейчас поедем За тем что есть И за выхлопом Еще Кстати Бу-бу-бу Будет у нас Вот это Смотри Если вдруг Протрет Потом Чуть-чуть Изолентой Сюда Подмотом Потому что Ты закрываешь А замок Не закрывается И видишь Как будто бы Что дверь открылась А понятно Это хорошо Что теперь Закрывается Как говорится Все можно Починить изолентой Да Черно Если не получилось Значит два Мало изолента Точно Вот он мне и сказал Если вдруг Сотрется Подмотаешь Еще изолентой Ха-ха-ха-ха Ха-ха-ха-ха Не Не видишь Сашину бывшую Несу 110 Сантиметров Сантиметров Миллиметров В общем Закупилась Бочкой И Фарами 10 тысяч Рублей Из банка Ха-ха-ха-ха Настало время Привезти этот Субару В настоящий Бу-бу-бу И вот это Мне В помощь Силушка Богатырская Привет Давай Вот Вот то нужно будет А это Вот это Нет Ну я Лично Считаю То что Вот это Гораздо Круче Выглядит Тихо И звук у нее будет покруче Чем у вот этой вот доходяги Хотя Кто-то скажет Ой Ну лучше поставить контракт Но зато оригинальную Но мне кажется Что в данном случае Лучше вот это Наш косомный выхлоп готов Примерно 20 сантиметров Мы увеличили трубу При помощи старого кардана Потому что по диаметру Подходила она Это для того Чтоб она чуть-чуть Выпирала из машины Да Потому что И до этого Штатная Если в штатное место Мы поставили То труба была бы вот так А мне бы хотелось Чтобы она была вот сюда Вот выведена Ну так бы красивее Поэтому Давай Ставим Субтитры сделал DimaTorzok Вот у нас патрубок Который течет с автомата Вот нам его нужно Поменять Вот этот шлангочек И вот сюда у нас течет антифриз Скорее всего придется либо хомут менять Либо патрубок Сейчас будем разбираться Я только нижний открутил Он сразу поливался Но если понял А сюда видите Красное идет А тут чистая Беленькая В общем было обнаружено Непонятно Какая-то зеленая резинка И один болт на термостате Болт Болт На термостате Соответственно Возможно даже Низ-под тап Ну патрубка текло Низ-под тапка какого-то Да что такое Патрубка Кто пьяный Я пьяный Нет, я не пьяный Ставим вот такую вот Оригинальную резинку На термостате Которая должна быть там У меня там капот Как бы не закрывается Это значит Что замок там Тю-тю уже А тут как бы Распил стоит Ну понимаете Да что я делаю Хитрая жопая Распил на то и распил Чтобы отсюда Замочки брать Короче Замок мой не подошел Я думала Замок с камуфляндию И встанет все Оказывается Это тросик Вклинивший Вот смотри Тут что Накулибничали Болт какой-то Он не работает Нормально не ходит Поэтому Трос С распила Снят И сейчас будет установлен здесь Вау-хусть Ухуууууууууууууууауууууууу работает это чтоб пробки не было ничего себе век живи век учись ну что все технические жидкости у нас поменяны конечно же все от ликви моли это антифриз масло также кстати надо подлить в бурже я шарю так у нас рейка подтекает поэтому конечно же приходится доливать ну что закончили мы технический ремонт и вот что мы сделали да на самом деле по мелочи повылазило очень много целый день мы потратили на то чтобы привести в чувство то есть поменяли расходомер поменяли дроссель оказалось то что у нас был подсос воздуха и из-за этого иногда плавали обороты вот здесь куска дросселя не было вот здесь не было вот здесь была сломана фишка в общем поменяли на другой контрактный также зафиксировали интеркуллер все у нас теперь не болтается крепление все на месте поменяли ремень навесной ремень до поставили контрактный потому что тот нас уже был порепанный ребята нашли нормальный японский чтобы очки омывателя поменяли моторчик теперь наконец-то стекло будет чистое топливный фильтр поменяли поставили оригинальный до этого стоял жигулевский устранили все течи да у нас там получается тёк шланг который шел у нас на автомат соответственно жидкости практически вообще не было в автомате слава богу что он не умер у нас и мы вовремя заметили устранили эту неисправность и также устранили течь антифриза изначально вы помните у нас все там испарялось когда мы брали эту машину сейчас все ровно короче много где не хватало всяких болтов клипс хомутов там кожух где этого ремня грм был вообще прикручен на одном болте из шести как бы это что такое это вообще из рамок дозволенного вообще я считаю и конечно ключевое теперь у нас закрывается капот и он мне не отскочит по пути в тюме благо то что у ребят и subaru гараж в городе омске есть все запчасти есть вот тут вот все что надо в голове в общем они целый день провозили с нашей машиной спасибо вам большое что поддержали нас проект увидели горит приезжайте все сделаем поэтому из банка ничего больше мы не вычитаем еще раз огромное спасибо кто из омска приезжайте ремонтировать свои машины subaru гараж а мы погнали дальше и главное что мы добились в нашем соборе это звука бу 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 потому что subaru без этого ну как а Ну что, приехали в детальник и сейчас приступим к внешнему виду. Поменяем колеса, затонируем. Отполируем кузов, полностью покроем его жидким стеклом, также нанесем антидождь, конечно же, забронируем фары и полностью их поменяем еще, потому что они у нас подпобиты. В общем, полностью преобразим внешне и внутренне, конечно, сделаем полный комплекс химчистки и еще ионизирование вроде как-то так называется. Так? Озонирование. Озонирование, вот, погнали, в общем. Вон, глянь, водичка отсюда затекает или стекает, вот там вот все внутри. То есть я полирую, не полирую, внутри-то все останется как бы не очень. Бассейн это, зачем он там нужен? То есть у нас стояли от дристайла фары? Вот сюда надо вставить. От дристайла? Что? Дристайл. Да, ну потому что капец, капец, это солянка реально. Фары одни от одного до рестайла, габариты от другого до рестайла. А что такое редко-редко, и уже вставили машину? Ну, видимо, я не знаю. Запчасти кончаются. Да, GDM уходят на боку. Скоро все кончится. GDM старые. А новых таких уже нет. Кстати, фары, которые новые, у меня вообще как что-то, кажется, обычные паркетники просто. Батя. Он же у меня наладчик-электрик по всем таким вещам. Он мне просто не простит то, что я проводки не смотаю и оставлю такой же. Батя, все получилось. Смотри. И даже правильно проводочки сразу поставили. Не зря учил. Да нет, он не учил. Это как бы типа по ДНК передается просто. А что вам там салон сломали? В смысле сломали? О, ни хера себе. Вот это поворот. Прямо до такой степени решили навести порядок. Короче, полная химчистка у нас будет. Полностью сейчас пол вымоют, все сидения, все вычистят, чтобы потом следующий владелец, надеюсь, это будет кто-то из вас, из моих подписчиков в городе Тюмени, где мы будем продавать этот форестер, не дышали пылью. Я новые куплю. Эти уже не очень. Эти уже не очень. Короче, взяли для нашего Субарика Те-шки. К сожалению, хотел белые, но были только золотые. Но это прям у нас оригинал стишки. Во-первых. Во-вторых, это Те, и это не китайская залипуха, это Джапан. То есть, оригинал и еще и ковка. То есть, они легенькие. То есть, мы вообще идеальный вариант, думаю, мы их урвали за 20 тысяч. Подожди, да? Сколько мы везем? 24. 24. Я думаю, это охеренный вариант. И золотые и белые на хорике, это прям классика. Все равно будет круто смотреть. Алло, алло, Володя. Да, да, да. Как дела у тебя? Да, короче, сидел на сутках, 3 суток отсидел. Я то, что пьяный был. О-о-о, посадил. Посадил. Это, и там бушку разбил, да, себе? Да, да, короче, я еще и телефон потерял на пьянке, который купил. Ага, понятно. Это то, что телефон, ну, моей знакомой. Понятно. Испортила, испортила тебя эта тысяча рублей, да? Напился, телефон потерял, еще и в тюрьме сидел. Ага, ну, за 690 на телефон купил. А что напился-то? А зачем напился-то? Говорил, пить не будешь. Да, ну, так получилось. Ну, ясно. Жизнь не исправить себя, да? Понятно, ладно. Подписчики тебе мои мой номер передали? Не, не, какой-то паренка встретил. Какой-то паренек, который меня знает, да? С собакой гулял он, да. Потом ко мне подошел, говорит, возле Настя, где он на телефон, она мне на листучий дает. Ага. Я говорю, ну, все, хорошо, я говорю, я позвоню. Когда вы в суде, когда меня от младритянных судей не посадили в подседер. А, вот как. А я тебя ждала, ждала. Меня в воду, меня в воду посадили. Почему? Твою суток, туда суток, дали. Потому что, ну, перережали от него. Понятно. А как тебе? А как твои друзья? Алена? Я их видел тогда, вот, недавно. А, они опять тоже там, на трубах? Да хуй я так, либо прохожем, чё я не знаю. Понятно, понятно. Ну ладно, Вов, давай, добра тебе. Что ж, не мне тебя в жизни учить. Давай пока. Ну, всё, всё, спасибо. Ага. Увы, и ах. Ничего не изменилось. Ничего не изменилось. Хотя, говорил, не буду пить. Зато, по-честному, забухал. Купил телефон, короче, он на следующий же день. Тут же напился, видимо, телефон обмывал. И тут же его закрыли на трое суток в полиции. Соответственно, на встречу он не пришёл. И сейчас вот с телефона он не со своего звонит, а просто какая-то его подруга. И вот фотография с подписчиком идёт. Да, вот подписчик нашёл, получается. Да, подписчик его увидел, подошёл. Ну, и дал мой номер телефона ему. Вот такая история. И как вот потом помогать и верить людям. Мне обидно, я сейчас расплачусь. Как-то прискорбую. А тем временем фары мы установили. Но вид у них вообще ужаснейший. Потому что какие-то мутные, какие-то жёлтые. Но зато они целые, это самое ключевое. А вот отполировать их и будет вообще топчик. Поэтому сейчас полностью их приводим в хороший вид. А после этого наносим плёнку. Специальную плёнку, которая будет защищать от камней, от всяких там, то, что будет отлетать. Ну, в общем, теперь никаких трещин не будет. И проблемы у будущего владельца. Всё. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, в этой ситуации мы просто наша, это самое, мы уже, здесь наши полномочия, всё. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok